Решать проблему регулирования численности безнадзорных животных нужно всем миром и по всем фронтам. Поэтому за урегулирование ситуации на теоретическом уровне взялась общественная палата региона. На совещание пригласили зоозащитников, волонтеров, руководителей приютов и сотрудников мэрии, которые головой отвечают за то, чтобы детей в столице региона больше собаки не кусали. Прощения у нас были в общественной палате и со стороны зоозащитников, которые, естественно, недовольно сложившейся ситуацией и отсутствием нормативно-правовой базы, так и со стороны жителей, которые пострадали из додействия животных. Жители города боятся собак и разбрасывают отраву, рассказала руководитель приюта «Майский день» Наталья Иванова. Эта травля не устраивает зоозащитников. Нужно принимать решительные меры, сделать программу по отлову грамотной и открытой. Приюты готовы помочь. Как мы готовы взаимодействовать со службами отлова? То есть в данный момент мы готовы предоставить свои площади безвозмездно для проведения операций и стерилизации животных и выхаживания после операционного периода. Также мы готовы с вами берковать, клеймить, как положено, что у нас за последние два года не делось. То есть мопсы ЖХ животных отлавливал, якобы стерилизовал, выпускал. Получается, два года резали одних и тех же собак. В других регионах с проблемой справляются муниципальные приюты. Чтобы такой создать в Иванове, нужны очень большие вложения. Поэтому нужно искать свой выход из ситуации. Надо все-таки принять регламент по отлову и содержанию безнадзорных животных, которого в нашем городе и области просто не существует. За последнее время нами было изучено множество регламентов других городов, где успешно проводится программа ОСВВ. И дабы не изобретать велосипед, мы подобрали самый оптимальный для нашего города. Это регламент Нижнего Новгорода, который является приложением, извините, в виде технического задания контракту по отлову в Нижнем Новгороде. О том, как действительно обстоит дело с безнадзорными собаками, в приютах знают лучше всего. Директор ЗОО-37 Антонина Васильева для властей разработала целую программу последовательных действий, как убрать агрессивных животных с улиц. Она считает, выделять деньги мало. Нужно найти волонтеров, провести перепись бродячих хвостатых, договориться о передержке, найти профессионального подрядчика для выполнения отлова. Опасность представляет это агрессивные собаки, несоциализированные собаки. То есть с улиц надо убирать в первую очередь этих, а которые ходят и никакой опасности не представляют, что их с улиц-то ловить. Да, стерилизовать надо их, чтобы они потомство не приносили. А так они пусть ходят, то есть никто же, как говорится, на них не жалуется. С подрядчиком тоже есть сложности, от него требуется очень большая и честная работа. Животных отлавливать, стерилизовать, ввести всю документацию и возвращать их в естественную среду обитания. В этом году торги не состоялись трижды, ни один соискатель не вышел. В мэрии нашли причину, почему же так произошло, и придумали решение. Это действительно пункт передержки, то есть оборудованный. То есть муниципальный контракт, он все-таки по финансированию не очень объемный. То есть, если выйти на разовый определенный вид деятельности, то вряд ли, как говорится, подрядчик может позволить себе создать определенную инфраструктуру. Ну, условно, ему это будет невыгодно. Было принято решение заняться строительством пункта передержки. С 1 декабря отловом занимается МУПС-ЖХ. Контракт заключен на отлов и стерилизацию 71 собаки. Пока нововведения не приняты официально и система не изменена, регулирование численности будет осуществляться по-старому, по системе, которая многократно доказала свою несостоятельность. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.